Сегодня вторник, и поэтому мы продолжаем цикл наших вебинаров по системе бизнес-аналитики FineBI от китайского производителя FineRuan. Мы рассмотрим версию 6.0. Мы это компания Beaconsult. Мы с 2009 года занимаемся проектами по бизнес-аналитике. Также напоминаю, что мы первые в России получили официальный партнерский статус с компанией FineRuan. У нас большой опыт внедрения проектов по бизнес-аналитике. Мы также делаем проекты по ДВХ. У нас есть собственный учебный центр, в котором мы обучаем специалистов по всем направлениям бизнес-аналитики и управлению хранилищами данных. Также у нас есть очень продвинутые и уникальные курсы. Например, вот у нас в конце октября стартует курс по разработке BI-стратегии. Там уже более 40 участников. Мы приостановили регистрацию на данный курс. Повтор этого мероприятия будет в марте только. Что касается FineBI, то я напоминаю, у нас есть курс по разработке, то есть стандартная разработка. Это от нуля до уровень джуниор-разработчик. Есть курс продвинутый разработчик, то есть для тех, кто работает более полугода с продуктом FineBI. И есть курс администратора сервера FineBI. Это, соответственно, для людей, кто администрирует сервер. Для всех участников наших вебинаров по промокоду «Осень» доступна скидка 20% на обучение под данным курсом. Также напоминаю, что при желании вы можете попытать счастье и отправить свое резюме в нашу компанию. Мы с удовольствием рассмотрим. Мы готовы рассматривать людей с опытом в бизнес-аналитике, в разработке, соответственно, просто аналитиков, которые готовят технические задания для наших разработчиков. И в управлении проектами, те, кто имеет опыт работы в IT. Соответственно, присылайте свое резюме, email для контактов info-sobaka-baconsol.ru. Обязательно всем ответим, обязательно со всеми свяжемся. Ну и традиционно представляю мою коллегу Наталью. Она сегодня расскажет очередной урок по FineBI. Наташа, что у нас сегодня интересного? В прошлый раз, конечно, было много интересного и долго. Да, я постараюсь в этот раз более компактно. И тем у нас очень интересна эта работа с фильтрами. Так что приступим, не будем тянуть, чтобы побыстрее закончить. Так, демонстрация экрана. Видно, слышно? Да, видно, слышно, отлично. Вроде бы видно, все слышно. Видно точно. Так, я немножко сделала предварительную подготовку, для того, чтобы нам было удобнее и быстрее. Мы поработали на сегодняшней теме. Фильтрация. Давайте посмотрим. Вот мы работаем, если с компонентами. У нас есть возможность фильтровать здесь на нескольких уровнях. Как и раньше я говорил, результирующий фильтр. Сюда мы можем положить любое поле, либо любой индикатор и отфильтровать его по тем значениям. Но есть вот такой нюанс. Мы здесь либо можем само измерение фильтровать по Fixed Value, либо параметр Value. Если мы инициализируем параметр, то мы можем отключить влияние фильтра от компонента, но привязать к параметру и передать сюда уже параметр. Как я уже сказала ранее, либо у нас само измерение фильтруется, либо мы можем фильтровать это измерение только по мере, которую мы используем в самом компоненте. Если мы используем дополнительные меры, то у нас они также появятся в фильтрации. Получается, что когда вы кладете на Result Filter на уровне компонента, если вы кладете измерение, то вы можете фильтровать только само измерение, либо индикаторы, участвующие в самом компоненте. Аналогично с формулами. Здесь остаются только меры, которые участвуют, положены на полку в компоненте, либо как-то участвуют в компоненте. Также мы можем использовать какой-то расчетный параметр, индикатор, и его тоже положить на полочку. Допустим, мы хотим сделать вот так. Как у нас, допустим, product-id… Чтобы product name отфильтровать. Product name давайте вот таким образом. Product name равно… Таким образом, мы можем сделать true-false фильтр, как это часто использовалось. И здесь у нас фактически… Можем сделать максимум. И будет значение фильтра… Либо 0, либо 1. Если мы говорим 0, то это не равно. А 1 – это то, что у нас равно. True-false. Но здесь может быть любой, на самом деле, мера. Но сама идея такова. Делаете меру, и ее кладете на результирующий result-фильтр и фильтруете то, что у нас отображается на компоненте. Хочу напомнить тоже момент, что мы вот здесь фильтруем источник, и весь компонент будет работать уже с этим отфильтрованным значением. То есть на другие компоненты этот фильтр не влияет, на дашборде только этот компонент будет отфильтрован. Это следующий уровень после фильтрации данных. Также у нас на уровне дименшинов и на уровне индикаторов в каждом подающем меню есть возможность фильтрации. Здесь аналогичная история. Либо мы фильтруем по самому измерению, либо по всем индикаторам, которые участвуют у нас в данном компоненте. Обратите внимание, даже то, что в result-фильтр я положил, оно тоже может быть отфильтровано аналогичным образом. Но если мы сделаем противоположное, то будет у нас пусто, потому что у нас два противоположных фильтра. То есть будьте аккуратны, когда вы формируете условия фильтрации, чтобы они не противоречили друг другу и не обнуляли нам источник полностью. То есть, как всегда, правило достаточности, минимальное достаточное. То есть фильтровать нужно минимальное достаточное, чтобы у нас получился минимальный источник, который нужен для того, чтобы отобразить в компоненте, чтобы лишних данных не было, если они есть в исходном источнике, но при этом и терять те данные, которые нам нужны, будут необходимы при этом решение самого компонента и выстраивание той логики, которую мы хотим заложить. Опять-таки в формулах тоже у нас используются только меры, которые лежат на полочках, либо расчетные индикаторы, которые были получены с помощью формул. Так, здесь этот фильтр нужно удалить. Аналогично все фильтры, которые лежат, ну, 7 измерений. У нас есть тоже самое, тоже категория name, только по измерению, либо по мерам, которые используются. Аналогично меры можно отфильтровать, но они по самим мерам уже. То есть если мера должна быть больше, меньше, пустая, не пустая и так далее, это все делается с помощью фильтров на уровне индикатора именно данного компонента. Определите, что вам удобнее. Конечно, мы можем аналогично сюда положить фильтр и здесь определить условия, по которым будет фильтрация, либо на условия отображения. Как вам удобнее, как ваша логика вам подсказывает. С точки зрения компонента есть еще очень важный, очень интересный момент. Есть такое понятие, как детализированная фильтрация. Это значит, что мы можем создать копию меры. Еще раз покажу. Мы в контекстном меню просто делаем копию, создаем копию меры, и у нас появляются три меры, которые мы можем отфильтровать разным образом. Для наглядности давайте посмотрим, что у нас есть здесь. Детализированная мера. Меру можно фильтровать по любым мерам, измерениям, которые есть в нашем объекте анализа. Здесь вы можете вообще неограниченно быть в условиях фильтрации. Вы можете сделать их очень сложными. Есть также, напоминаю, возможность добавить OR условия. Не уверена, что я правильно угадаю, но вы можете добавить еще одно end условие. Будет у вас два вот таких сложных. был вопрос как-то про то, как делать сложное. Product, любые комбинации позволяют здесь сделать аналогично. Также вы можете еще и добавить формулу. И здесь тоже у вас появляется набор функций, которые мы рассматривали на прошлом уроке. То есть то же самое меню с функциями. И доступны все измерения и меры. То есть, как видите, детализированная фильтрация это более тонкий способ настройки фильтрации, чем result filter, либо фильтр по dimension или индикатору. Да, вы точно также можете рассчитать формулу и потом использовать. В чем особенность работы с детализированными мерами? Детализированные меры, если условие выполняется, оно будет отображено. А если условие не выполняется, вы получите null значения. Детализированные меры можно использовать в функциях только с помощью, только в агрегированных функциях. То есть нельзя делать эти меры. У нас это было единичком. Их нельзя единично, подстрочно обрабатывать. Только если мы делаем агрегацию. То есть используем любую агрегатную функцию. Сам, средняя, только так. И также аналогичная проблема будет, если при попытке использовать в dev функциях. dev функции тоже не используют, не даются. Так, текстовая, допустим, категория. Как видите, здесь также выходит ошибка, что в dev функциях мы не можем использовать детализированные меры. Еще есть такой нюанс. Если вы считали, используете детализированную меру ее сумму в формуле, предположим, какую-нибудь, то тем условием, в которых нет значений, то есть вы вот сюда, если вы вводите, если нет значений, вы получите null. И любые операции с null нам дают null результат. То есть будьте аккуратны в случае, если вы используете в расчетных индикаторах детализированные меры, какой результат они вам дадут. Давайте сделаем более интересное условие. Давайте добавим условие. Категория. Женская одежда. Мы ее уже где-то использовали. А потому что кимоно ояки у нас, скорее всего, и женская одежда. Можно вопрос сразу? Да, можно. А вот сейчас в компоненте табличное представление. Здесь есть как вертикальный скролл, так и погинация. С этим можно как-то побороться, чтобы вертикального скролла не было в таком случае? Это, мне кажется, путает пользователь. Сейчас скажу. Я поняла, я потом проверю, как это делается. То есть это разные стили. Так, оставил. Так, ладно, это потом мы сделаем. Как видите, после фильтрации у нас вот именно NetSales Mount 1, который был отфильтрован по условиям женской одежды, для других категорий товаров, что и значение. Если мы возьмем, допустим, сам EGG NetSales просто плюс сам EGG NetSales Mount 1, что, в принципе, логично с точки зрения работы, у нас получится... О, нет, все посчиталось, наверное. Может быть, и не исправили эту ошибку. Раньше была ошибка, было пустое значение. А сейчас в табличке правильно посчиталось. Таким образом мы можем детализированные меры использовать и их соединять с недетализированными мерами. Также можно создать несколько копий этих мер и класть, допустим, по разным датам, по разным другим категориям, считать, чтобы было вам удобно и у вас будут именно копии меры, соответствующие вашим условиям. И одновременно будут выводиться данные с разными условиями фильтрации. В каких-то ситуациях это бывает очень удобно, особенно если речь идет о данных за разный промежуток времени. Их можно тоже одновременно вывести и с ними работать. Но, опять-таки, напомню, они только в агрегации работают, поэтому аккуратненько давайте проверим с точки зрения визуалов. Есть нюансы работы с мерами именно в табличном и не табличном представлении. Они иногда по-разному интерпретируются движком. Много всего повесили. Так, вернемся назад. Табличку я сделала для того, чтобы было удобно наблюдать о том, как у нас выглядит все при работе с общими фильтрами, чтобы потом увидеть, как значение меняется. по данным принципам я все показала. Давайте перейдем именно к стандартным фильтрам. Используем компоненты наши. Здесь просто период времени. А здесь наша табличка. Будем использовать различные фильтры и смотреть на результат, который у нас получается. Также напоминаю, при просмотре в режиме превью в контекстном меню вы всегда можете увидеть условия фильтрации, которые были применены. Какие же фильтры есть у стандартных в Find BI? Это фильтры с датами. Давайте по очереди смотреть. У нас есть фильтр с датами. Здесь у нас автоматический фильтр подсвечивает те значения синие, которые имеются в источнике. То есть вот этих нет, а вот эти есть. Можно выставить по умолчанию текущую дату. Это будет значение по умолчанию, которое открывается всегда при запуске даже борда пользователем при просмотре. Также мы можем... Какие есть настройки? Давайте проверим. Control Range – это настройка перечень компонентов, на которые будет влиять данный фильтр. Давайте отключим от компонент 1 и посмотрим, что будет. Давайте проверим. Здесь у нас фильтрации нет. Видите, у нас все года сохранились. А здесь у нас сразу же order date началось с 2023 года. То есть фильтрация работает. Какие еще есть настройки? Set as mandatory as... Можно вопрос сразу? Да. Вот по фильтру date, например, в суперсете удобно, когда ты наводишься на фильтр, то сразу же подсвечиваются те визуализации, на которых он будет влиять. Здесь это можно как-то узнать, если не улазишь в настройки? Нет. Это есть визуализ. Вот здесь у нас такой Control Range. Set as mandatory – это являтель данный фильтр обязательным. Как видите, если мы выставляем обязательным, у нас вот здесь появляется красная звездочка. Это означает, что фильтр должен быть обязательным. Если мы очищаем поле с помощью Clear, либо у нас также есть кнопочка Reset, которая сбрасывает все фильтры, то мы получаем сообщение о том, что данное поле должно быть обязательно, не может быть пустым. Следующее как раз Set Optional Interval. То есть мы можем назначить тот интервал, который в принципе будет доступен, чтобы пользователь не пытался даже выбрать другие значения. То есть сейчас они подсвечены синим, тем, что доступны, черным, тем, что недоступны. Но при этом, при желании, пользователь может выбрать не тот год, которого нет в источнике вообще. И тем самым получит пустое значение и будет недоволен результатом, потому что ожидает совершенно другой результат. Для того, чтобы избавить пользователя, исключить такие ошибки, то мы можем явно указать те значения, которые могут быть в принципе в качестве интервала. И тогда пользователь при попытке выбрать другое значение, он не получит эту возможность. Просто система не даст ему выбрать то значение года, которое не существует. А можно динамически туда подставлять? В смысле? Ну, например, месяц от сегодняшнего дня только назад чтобы он динамически каждый раз менялся. Я покажу, как это делается. Как идея, именно в фильтрах? Нет, фильтры у нас явные. Фильтры, вот они как есть, так и есть. Есть bind-параметр. Это то, что мы говорили. Давайте создадим параметр. У нас это будет число, потому что это год, а год у нас числовой. Мы можем инициализировать наш параметр. Мы зря? Отлично. Мы понимаемwarant с었다 т dunno, вот этих динаметров. Что за ног Patriots выслирует су hunter? Просто так не так. Не забываете, Так, что здесь видитporte, Так, чтобы вы ress tents, Сейчас проверим, почему он его не захотел. Да, он именно воспринимает все компоненты, они должны тогда инициализироваться параметром соответствующего типа дата, а не год, как я подумала число. Мы передаем, можем передать тогда параметр. И также мы можем использовать SQL-параметры, тоже передать это значение в SQL-запрос, если нам требуется именно работа в директ-режиме. Но это мы уже обсуждали раньше. Как видите, у нас опять-таки отфильтровался нижний компонент, потому что он привязан, имеет влияние. Если мы в режиме превью будем смотреть, как пользователь это делает, то мы увидим как раз в контекстном меню, фильтр компонента используется, что дата 2003 год. Еще у нас есть поднима, но здесь множественное число, множественное дата с данными нельзя, дата только у нас единственная. То есть тот интервал, который мы выбираем, он и является интервалом фильтрации. По поводу того, как сделать то, что вы говорите, то, что вы спрашивали. Мы можем сделать, давайте копию, и здесь предположим, отфильтровать наш, сделать расчетный параметр. Давайте проверим проще. Параметр value, равенство. У нас здесь идет именно равенство. Параметр value, равенство. Почему тут? Потому что у нас дата. Ордер, дейт, равенство. Параметр value, равенство. Параметр value, равенство. Параметр value, равенство. Можно еще таким образом сделать. Так, похоже, я где-то намудрила. Максимум. Давайте проверим, а что у нас здесь. Здесь текущее число. Одно значение у нас, потому что год, если мы выйдем на следующий уровень иерархии, то мы увидим месяц этого года и значение соответствующее. Также по дням, если посмотреть в течение года, тоже будут значения. А разве просто фильтра с датами нету? Более удобно, что последнюю неделю, последний месяц, чтобы можно было быстро переключаться, пользоваться или через параметр создавать атаку. Когда пользователь будет работать с дешбордом, вот у него какие варианты работы? Давайте посмотрим. У нас есть год-месяц. Той гибкости, которую вы хотите, наверное, не будет. Вот мы можем задать год-месяц текущий, положить только значения. Вот 1 сентября. Сентябрь у нас появился. Есть у нас помимо этого еще диапазон месяца. Год-квартал аналогичный, 1, 2, 3 и так далее. Давайте третий квартал. Похоже, нет данных за текущий квартал. Такие есть еще варианты. Конкретная дата. Это у нас будет календарь. Здесь можно завести динамически. То есть будет по умолчанию значение, допустим, текущей даты. Либо 2 недели до текущей даты. Это значение по умолчанию, которое выставлено. Пользователь же сможет ее поменять. У меня язык нет параметра. Обычный пользователь, когда использует дашборд, он же сможет переключения сделать последние 2 недели, последние 2 месяца. Да, может. А последнее. Сейчас вам покажу. Что может пользователь? Давайте мы посмотрим. Ревью. Давайте сбросим все фильтры. А вот когда вы нажимаете кнопку reset, вот в компоненте табличной тоже есть фильтры. Они тоже сбрасываются в этот момент? Или сбрасывается только компонент фильтра? Вручную. То есть ли мы вручную указываем явно второй квартал, третий квартал, либо мы также можем динамически указать относительно текущего дня, текущего времени, либо один год назад, либо два квартала назад. Давайте спросим здесь. 23-й. А здесь выберем динамические два квартала до текущего. А мы можем выбрать автоматические изменения гранулярности в зависимости от определенного диапазона? Например, если мы выбираем последние 1-2 дня, то у нас гранулярность не на графике, например. Нет, автоматически только если эта функция будет, которая будет определять гранулярность. Динамический дат, у нас тоже календарь, конкретный день мы выбираем. Здесь мы можем указать. Ну, по функции, то есть такую можно написать, чтобы она меняла гранулярность в зависимости от выбранного диапазона. Что если мы там последнюю неделю смотрим по дням, а последнюю месяц, ну там за год. Ну, опять-таки, вы можете поместить выбранное значение в параметр, его проанализировать и в зависимости от каких-то условий, там, выполнения условий, вы на основании анализа этого значения, этого параметра можете как-то гранулярность указать и у вас будет другое поле. Ну, там, месяц либо год даты от даты. Хорошо. А источник я таким образом смогу подменить? Например, я там информацию о каждом заказе про него, например, за последнюю неделю, а все, что больше, я агрегирую? Угу. Либо поле другое, либо другая часть таблицы, то есть вы можете гранулярность в одной табличке, здесь у нас по дням, внизу будет гранулярность по месяцам, и вы выставляете условия, и у вас должно поле, флаг, вы определяете, какую часть таблички вы будете изображать и с какой частью работать. Таким образом вы сможете настроить гранулярность. Но источник должен быть один. Нельзя подменить источник динамическим и табличку другую датасет подменить. Нет, здесь источники у нас статичны. Так, возвращаемся к нашему вопросу. У нас здесь есть календарь. По умолчанию мы можем выбрать любое значение, явно, либо динамическое. Точно так же это интерфейс единый для всех фильтров. Давайте продолжим. Какие у нас еще есть фильтры по датам. Дейт панель у нас есть еще. Это явно раскрытая панель, которая позволит пользователю точно так же выбирать, как и дейт, только она уже будет раскрыта для него полностью текущий месяц, либо и дата выбирается явно. Также аналогично у нас есть динамик тайм, который позволяет нам не выбирать вручную, а относительно текущей даты, либо относительно начала месяца. Если мы выбираем флаг месяц, если квартал, то у нас появляется также начало месяца, конец месяца. А у нас есть неделя, начало недели, конец недели. Если мы выбираем неделю, то конец, начало квартала. То есть вы можете здесь определить не через, явно выбирая, обмотая календарик, а через движение относительно какой-то точки отсчета. Я не показала, но сейчас еще раз покажу этот момент, связанный с детализированной фильтрацией. там можно более гибко тоже настраивать, просто на том примере, что я провела, не получилось это показать. О датам по данным. У нас также есть еще фильтр интервал дат. Аналогично здесь мы можем задать две даты. Получается два календарика. То есть интерфейс очень похож. В шестой версии также вы можете легко поменять тип фильтра, если вы выбрали не тот, и не надо удалять и заново добавлять новый фильтр другого типа. То есть вы здесь автоматически можете переопределить фильтр, который вам нужен. Точно также year-month динамика. Здесь точно также мы указываем, можем динамически указать время относительно годах и месяцах относительно текущего времени. И точно также начало и конец периода. Наташа, можно вопрос? Да. А вот такой вопрос. А можно ли посчитать как-то разницу в рабочих днях? Ну или какие-то еще условия по датам сделать? Какой-то собственный календарь создать? Нет. Собственный календарь нельзя. Именно как фильтр можно функции считать. Есть такой как weekday. Является ли рабочим. Ну там на самом деле не рабочим. Вы просто знаете от 0 до 7. Если у нас 0 начинается с понедельника, то от 0 до 5 это будут выходные рабочие. А 5-6 это будут выходные. И через это можно анализировать. То есть это можно фильтр положить или как? Это функция. Через функцию. Либо result filter вы можете тоже настроить по номеру данных. То есть вы если делаете вот здесь weekday, по-моему. Weekday, да. И вы сюда кладете дату. Допустим, order date. Weekday. Это в шестерке появилось или в пятерке тоже это было? По-моему, в пятерке то же самое. Ага, weekday. И сюда вы просто делаете лучшим максимум, чтобы он не суммировал. И у вас были именно чистые значения. И здесь он должен быть либо more than там либо more than там 0 и одновременно условия less equal to 5. И у вас от 0 до 5 будут рабочие дни. И у вас будет таким образом фильтрация, потому что это рабочие дни. Угу. Хорошо, спасибо. Идея такая. Проверяйте по расчетам, я не перепроверяла. Я опять-таки напомню, проверьте, с какого дня у вас в настройках Find BI считается начало недели. По умолчанию первый день недели у нас это воскресенье. System Management General. Вот здесь видите, week start from Sunday у меня у нас по умолчанию при установке. То есть проверьте, чтобы у вас правильно выставлено было начало недели как понедельник, а не воскресенье. Иначе все будет неправильно считаться. Угу. Так, давайте ускоряться. Так, фильтр-компонент. Date Interval и Yard Month мы посмотрели. В принципе, основное посмотрели, так если обзорно. Опять-таки забыла показать. Давайте посмотрим вот этот нюанс, связанный с днями. Date panel, допустим. Date panel. Так, здесь мы выбираем, предположим, 9-10 число. Будет, не будет. Да, будет. Что мы можем еще сделать помимо того, что мы уже сделали? Мы можем в детализированной фильтрации использовать order date, параметр value. И вот здесь у нас тоже появляется возможность интервал задать. то есть шаг, предыдущий интервал того же шага. То есть это будет дата, предыдущая дата, допустим. Это будет предыдущий день. Кастомизированный time step, то есть шаг, либо конкретно пользовательское время. Здесь вы также галочками выбираете шаги. То есть можно год, квартал, месяц, неделя, день. И более детализированно указать то значение, которое будет считаться. То есть вы можете одну меру, вторую и третью, отфильтровать по разному условию относительного значения даты, выбранной в фильтре. Если вы хотите, чтобы осталось same step, то просто ноль ставить, и он будет у вас all day, то есть без изменений. Изучите эту часть, она очень полезная и гибкая. Только нужно понять, как правильно с ней работать. А также здесь есть before, later. Можно как в ту, так и в другую сторону. Plus, минус. То есть тоже поддерживается. Но лучше пользоваться положительными значениями. Просто вот здесь использовать корректные маркеры. Либо до, либо после. Я опять-таки напоминаю. Если вам нужен диапазон, то можно some date before, some date after использовать. И тогда у вас появляются диапазоны. Через add condition можно выставить именно от начала до конца. Это тоже очень полезная функциональность. Не все, кто же не про него знает. Часто возникают по этому вопросы. Остальные фильтры. Так, текстовый фильтр. У нас есть текстовый. Давайте категории посмотрим. Здесь какие есть характеристики у фильтра. Так же самое control range, на какие компоненты этот фильтр влияет. Здесь у нас опять-таки либо text drop down, либо text list вы можете выбрать. То есть либо выпадающий, либо уже открытый список. Здесь как раз появляется фильтр метод, либо single, либо multiple. То есть либо вы позволяете пользоваться выбрать несколько значений, либо всегда только одно. А также обязательно и необязательно появляется возможность custom value list указать. То есть вы можете не брать в качестве категории название, которое есть в источнике, а выбрать те значения, которые вы сами хотите указать там. Мужская. 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 И у нас появляется вот это значение. Если вы выбираете и не заполняете вообще значение, то вы позволяете пользователю вводить это значение руками. Ну, он не отфильтрует, потому что у нас я неправильно написала. Там была большая буква. Он учитывает регистр? Да. Все фильтры, к сожалению, регистрозависимы. Поэтому я там просто уже что-то, да. Чифры регистрозависимы, поэтому будьте осторожны с поиском. Так же работает find и можно искать. Прошу прощения, сейчас, мне нужно на секунду. Да, давайте я пока отвечу. Там был вопрос вначале по поводу того, чтобы убрать вертикальный скролл. Вот тут подсказывают, что... Пам-пам-пам-пам-пам. Можно... Я вернулась. Прошу прощения. Да, Наташа. Да, я уже закончу. Да. Можно убрать погенацию с помощью component style, формат number of page rows. Ну, установите ее на 1000, да. Тогда мы избавимся от скролла. Да, все-таки, извини, продолжай. Так, напомни, пожалуйста... Нет, напомни, что total row, формат... А что ты сказал? Component style, формат. Component style, формат. Ага. Number of page rows. А, все, я поняла. Да, да. И там стоишь 1000, да. Ага. И он просто... Горизонтальный скролл, да, убирается. Нет, горизонтальный остается. Ну, в смысле, вертикальный, да. А вертикальный тоже остается. Нет, погоди, где... Просто у нас на странице... Нет, погоди, где... А, нет, кстати, уходит. Нет, нет, уходит. Ну, подожди, отфильтрация, потому что... Давай сбросим. Значения мало. То есть горизонтальный остается? У нас может... Горизонтальный будет, пока у нас не помещается на странице. Каким способом он не в скролл убрался, а убралась? Правильно. Каким способом он не в скролл убрался? Там, скорее всего, больше тысячи строк, просто если у нас есть компоненты, там, грубо говоря, помещается, видимо, область только пять строчек, мы можем настроить number of page rows пять, и тогда все, что будет свыше пяти, например, шестая, седьмая и так далее, они уйдут на следующую страничку по генации, но при этом мы туда от скролла избавимся. Вот так вот. То есть их можно просто, ну, таким эмпирическим путем вычислить, какое количество строк у вас на визуализацию помещается, и в зависимости от этого уже задавать количество, которое там будет отрабатывать на по генации. Да, спасибо, спасибо. Смотрите, можно вопрос, пока вот далеко от таблички не вышли, вот первый столбец именно с датами, вот то, что идет последовательность, как день, месяц, год, это у вас с помощью как-то плагина сделано или нет? Просто по умолчанию, по-моему, идет наоборот, сначала год, потом месяц, если не ошибаюсь, и день. Так, Наташа, тебя не слышно. И не видно. И не видно, да, наверное, выкинула. Юль, может ты тогда подскажешь, нет? Я, прежде всего, прослушала вопрос. По поводу... В каком порядке идет там месяц, ну, день, число? Да, по умолчанию, если я правильно понимаю, идет вот дата как год, потом день, потом месяц. А так, чтобы вот было наоборот. Есть несколько вариантов. Вообще, действительно, по дефолту в Fine BI идет именно такой формат не очень привычной нам даты. Есть два варианта. Можно установить плагин даты. Он бесплатный, и тогда администратор может в настройках поменять, ну, необходимый формат даты, там, ну, такое отображение, какое нужно будет, ну, например, там, на более привычный нам день, месяц, год. Либо второй вариант. Можно при помощи формул, по-моему, это делается при помощи формата, можно также руками задать непосредственно, чтобы это не глобальную настройку менять, а просто в рамках какого-то конкретного дашборда изменить формат, то есть, ну, с помощью устроенных формул. Хорошо, понял. А если вот глобально-то в целом настройка нужна, то я правильно же понимаю, что проще просто вот накатить этот плагин, и он применится, соответственно, ко всем дашбордам? Да. А еще раз, как этот плагин найти? Как он называется? Он называется, если не ошибаюсь, BI-формат Data, ой, Date. Стоп. И есть такой же аналогичный BI. Наталья только что давала пояснение, но не было слышно, да? Правильно? BI-формат, да, я не знала, что у меня сегодня какие-то технические, я зацепила провод и отключила интернет в прошлом решении. Да, спасибо. Здесь вы можете указать те форматы, которые вам нужны, и это в плагине у вас будет, но он действительно на все будет только работать. Нельзя гибко настраивать, если… То есть он именно так определяет даты. Так, меня слышно? Да, 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 все хорошо. Отлично. Так, возвращаемся к нашим баранам. Так, у нас текстовые фильтры, они, да, зависимые, регистрозависимые. Вы можете также искать, если это значение… Мужская обувь и одежда, то есть буква «М» мы используем. И также, если вы используете любую букву из слова, он тоже будет в поиск работать. Но вот здесь видите контекст, потому что регистр независимый. То есть если вы первое, то он будет именно вот так, хотя вот так тоже ищет. А если это фильтр обычный, а когда мы явно вводим текст, то он, похоже, один в один должен быть. Это вот именно выпадающий список. Точно так же, что выпадающий, что текст лист в этом смысле работает одинаково. То есть у них аналогично поиск работает и аналогично можно выбирать значение. Можно набрать сколько угодно, если выбрали multiple. И также посмотреть в фильтр критерия и увидеть все фильтры, которые были применены данному компоненту. Сейчас мы использовали категории, наименование категории – это вот фильтр-компонент. Также видите, здесь указано, какой критерий. Это фильтр-компонент, фильтрация, детализированная фильтрация, либо результирующий фильтр, что тоже очень удобно. Система позволяет вам понять, какие фильтры были применены. Идем дальше. Есть у нас иерархические фильтры. В чем их особенность? Вы можете не создавать иерархии на уровне датасета, но создать эту иерархию на уровне самого значения. Вот, допустим, у нас будет страна, регион, город, company name. Какие ограничения? При работе с иерархическими фильтрами вы не можете использовать параметры, то есть вы не сможете значения передать в параметры. Точно так же вы можете делать control range. И, как видите, помимо компонентов у нас также появляется и другой текстовый фильтр. Если вы используете фильтрацию, то у вас появляется возможность отфильтровать тоже другой текстовый фильтр. Как выглядит значение? У нас появляется вот такое вот дерево, и можно значение набирать в зависимости от того, что вам нужно. Начиная с любого уровня узла. Также напомню, что на уровне фильтра вы также можете значения отфильтровать. То есть те значения, которые может пользователь выбирать, вы также можете отфильтровать. Вот, допустим, не начинается с какого-то символа, null, не null, допустим, не null, чтобы не пустые, чтобы пользователи не отображались пустые значения, их нельзя было выбирать. А здесь фильтрация значений, которые будут в выпадающем списке фильтра, тоже можно отфильтровать. Обязательность тоже есть это свойство. Регион со страной поменять местами бы хорошо. Сейчас давайте поменяем. Регион, регион и страна. Да, отлично, спасибо. Здесь, понимаете, как раз именно вот эта особенность, что мы можем в любом порядке создавать, как вам удобнее. Здесь логики нет никакой, то есть вы сами определяете. Опять-таки напомню, у меня в компонентах этого drill, этой иерархии нет. Есть иерархии только по датам, которые я создавала, а по клиентам нет этой иерархии. То есть сам фильтр создает вот эту иерархию и позволяет вам работать с иерархичностью значений. Вот таким образом. Так, дальше у нас, давайте посмотрим. Также у нас есть три лейбл, то есть другое отображение того же содержимого. То есть мы можем проваливаться в виде листочков. То есть это явное значение будет отображаться. Если там у нас как выпадающий список, то здесь пользователям могут представлены все значения, либо вот здесь еще часть значений указать. Если мы не выбираем, то мы просто указываем no limit. Точно так же можно вот так выбирать значения. Германия. И у нас значения в остальных компонентах, в ветках дерева тоже становится меньше, и тем самым мы можем выбирать, то есть будут связанные значения. Сбрасываем, допустим, у нас Канада, Португалия и города именно этих стран у нас появляются. И название компании тоже. То есть этот фильтр позволяет явно увидеть, что же нам можно выбрать. Опять-таки в фильтр критерия мы видим, какой тип фильтра используется и наименование, которое мы выбрали. Далее, давайте проверим. Дальше у нас есть еще лист, но это то же самое. На самом деле есть drop-down и листы, они схожи. Просто листы это уже раскрытое значение, а drop-down это выпадающие. Здесь у нас все явные значения. Опять-таки поиск работает. Давайте проверим. Да, он тоже. Гисток, кстати, независимый, я ошиблась. Здесь у нас точно также можно искать по значениям и выбирать. По иерархическим фильтрам у нас все. Давайте убираем, чтобы потом не выяснять, почему у нас не хватает данных. Числовые фильтры. Точно также у нас есть drop-down фильтр, value range и slider. У slider есть свои специфика. Слайдер выглядит следующим. В выпадающем меню точно так же. Все значения, которые у нас есть, он нам предлагает. Можно выбрать множественное, либо единственное. Опять-таки у нас control range. Здесь у нас связанные поля, поэтому у нас есть влияние и на другие фильтры. Мы можем указывать влиятельный фильтр этот на текст drop-down фильтр. Точно также мы можем выбрать custom value list, либо указать явные значения, которые мы хотим, чтобы пользователь мог выбрать. Это хорошо абсолютно работает, когда топов мы выбираем, либо еще какие-то условия. Либо оставить незаполненным, и тогда у пользователя появляется возможность вручную отобрать то значение, которое нужно. Я, наверное, не угадала. Буду сейчас проверять. 109,2. Так, вот у нас получился фильтр. И результат нашего выбора. Вводы или... Вы также можете использовать как раз эти фильтры в bind-параметрах и использовать в других... В других расчетах сделать индикаторы и на основании них делать уже фильтры в компоненты. Точно также эти все фильтры имеют схожие настройки. Value range аналогично. То есть здесь уже задается. Но value range, опять-таки, так как это диапазон, то в параметрах мы передать уже не можем. Слайдер то же самое. Есть control range, но невозможно передать значение в параметрах. Также по range, кстати, хотела сказать, что есть... Ну, что это будет такой раз. По числам вроде бы все. Здесь достаточно все просто и понятно. Еще в шестой версии появился такой композитный фильтр. Фильтр, который позволяет использовать весь набор источников в данном объекте анализа. То есть все источники, все таблички, которые были добавлены в объект анализа, которому принадлежит наш Dashboard. Данный фильтр позволяет пользователю очень гибко и самостоятельно определять то, что должно быть в качестве фильтрации. Но такой фильтр может быть только один на Dashboard. Так же, как и кнопки Reset и Query, только одна кнопка на Dashboard. Здесь у нас... Опять-таки мы можем менять условия End и Or Condition, сделать цепочку условий. И мы получаем соответствующий результат. Опять-таки, если мы посмотрим, мы видим, что здесь указано у нас в информации по фильтр критерия, что применен композитный фильтр и перечень полей и значений, которые были применены. Посмотрим еще какие, что еще можно. Ну, из ограничений, смотрите, мы видим, что можно и меры и измерения добавлять. То есть у нас здесь полный набор. То есть если вы доверяете пользователям, если вы хотите создать, например, исследовательский Dashboard, для того, чтобы никак не ограничивать пользователю в их анализе, то можно добавить композитный фильтр, и тогда пользователи сами будут все условия добавлять. И вам не нужно придумывать за них, какие фильтры должны быть. Такое-то не сейчас. Про фильтрации. Также у нас есть Query Button, который определяет выполняет ли автоматический запрос. То есть в случае применения Query Button, особенно это актуально для директ режима, когда вам нужно, чтобы в Find BI каждый раз, когда вы новый фильтр, в фильтре значения выставляете, не запускал сразу запрос в базу, не получал по этому условию данные, то вы можете сначала, чтобы пользователь отобрал все условия фильтрации, и только по нажатию Query получил нужное ему значение. То есть это позволяет сократить количество обращений к данным, пока пользователь там выбирает что-то. А как этот режим включается автоматически при добавлении кнопки Query? Да. Вот здесь это automatic query preview, либо выключаете автоматически и только по нажатию. А здесь у нас Spider, поэтому это не так актуально. Так, у нас 5, 10. Он автоматически здесь добавляет. Но это у нас Spider, потому что это актуально больше для директ режима. Смотрите. Хотя нет, смотрите. Наверное, неправильно я выстроила. То есть, 11, 12. Вот если я нажимаю, у нас значение автоматически не меняется. Только когда я нажала кнопку Query, у нас появляется изменение. Давайте это уберем. Интересно. Надо изучить повнимательнее. Может, это зависит от режима просмотра? Так, если я просмотрю эту карману. Да, наверное. Ревью. 17. Да, получается, что если в режиме просмотра, то мы можем сделать так, чтобы пользователь набрал все условия фильтрации, только потом будет выполнена фильтрация. Так, сегодня в основном все. Наверное, то, что такое я базовое хотела показать. Какие у нас есть вопросы, чтобы не задерживать вас? Можно голосовать? Уважаем. По кроссфильтрации хотел тоже прояснить, как это работает. Вот, например, эта тубличка, которая есть, она как раз интересна, что у нас выплывается. И если мы здесь выберем дашборд, можно добавить еще одну тубличку, чтобы можно было наглядно посмотреть, как это работает? Хотите еще одну табличку? Давайте еще одну табличку. И интересно, когда нажимаешь, по какому значению будет фильтровать, можно ли это настраивать, чтобы не все визуализации, не все компоненты в дашборде работала кроссфильтрация? А это следующий урок, если вы про линдич, если вы про вот эту историю, про связи. Мне интересно, ну просто в суперсайте работает этот достаточно криво. Если в табло там на любую точку ты ткни, и он адекватно поймет, что ты хотел фильтровать, то в суперсайте, например, надо четко нажимать на значение на какое-то, да? Вот здесь вот там Бразилия, Южная Америка. Вот как вот здесь вот эта вся история будет работать? А, в следующий раз вам покажу. А вот если нажмете сверху на Южную Америку? Сверху? На Бразилию? Ага. То он все равно отфильтровал только Бразилию, да? Ну, потому что у нас Южная Америка, да. А вот Северная Америка два значения. Давайте вот здесь просто удалим вот этот фильтр. Давайте вот так сделаем. Какое вы там хотите? Да, без разницы, любое значение, чтобы понимать, по какому самому металлизированному значению он выбирает. Ну, он выбирает по стриму. К чему похоже? Ну, у нас так как по умолчанию. Это я в следующий раз вам покажу. Я поняла ваш вопрос, покажу в следующий раз как это работает. По фильтрам, вот основным фильтрам. Есть ли какие вопросы? Давайте посмотрим. Ну, в чате, на удивление, да, вопросов нет. Все скучно, понятно. Да. Хорошо, тогда давайте сегодня заканчивать. Давайте подведем небольшой итог. Наташа, да я, знаешь, орг вопрос хотел напомнить, что у нас же следующее занятие будет в четверг и потом в пятницу, да. Поэтому, ну, мы, естественно, заранее пришлем вам информацию, да. Вот, но просто такое небольшое обновление. Да, итог сегодняшней встречи. Хочу отметить следующий момент. Фильтрации, как видите, система дает очень много возможностей. И, как всегда, правило должно работать следующим образом. Наименьшее значение данных, которое позволит вам отобразить всю логику на дашборде. И максимальная гибкость, которую вы хотите дать пользователю через помощь фильтра. То есть, и, конечно же, делайте в лучшем случае всегда использовать базовые фильтры, чем наворачивать ифы и так далее. То есть, да, вот этот true-false хорошо работает, они быстро достаточно работают, такие фильтры. Но, когда вы построчно обрабатываете, то это гораздо медленнее работает. Поэтому максимально, если есть такая возможность, отфильтровать ту информацию, к которой пользователю будет доступна и на основании которой будет делаться калькуляция. Чем меньше данных для калькуляции, тем быстрее она будет выполняться. Лучше сначала отфильтровать, а потом сделать калькуляцию. Также в Dev-функции приоритет у них фильтрации будет. И есть такие вопросы, что в Tableau, если вы работаете с Dev-функцией, то фильтры не действуют. Здесь действует по умолчанию. То есть, мы сначала фильтруем, а потом делается калькуляция. Вопрос у меня созрел. Да, пошел. Если можно. Смотрите, вот интересно посмотреть, как работает на такой табличке фильтр NetSalesAmount, если мы будем задавать минимальное и максимальное значение. И с учетом того, что мы будем схлапывать разные категории. Вы хотите в смысле вот здесь или вы хотите калькуляцию сделать? Я хочу вообще, чтобы над столбиком у меня был фильтр, который бы позволил отсечь слишком маленькие значения. Мне интересно смотреть условно те значения, которые больше 100. Ну, это параметр. Вы берете, допустим, либо здесь числовой параметр, его там определяете custom value, допустим, либо даете пользователю выбрать, какой ему параметр. И здесь уже, так у нас это какой, компонент один или просто компонент. Давайте просто в компоненте. NetSalesAmount. Здесь мы можем вот сюда бросить прямо. И фильтр. Condition. More than. И здесь параметр value. YearName. YearName у нас пускай будет там. Тысячу, сто, допустим, нуля. А в дэшборд выводить уже параметр, чтобы пользователь взломок? Ну, вы фильтр. Как раз вы вводите фильтр, вот это значение. И здесь вы инсолидируете его. А с помощью фильтра, который вы показывали, там с ползунком, чтобы можно было быстро, у них такого нельзя реализовать, да? Ползунком там нет. Получается, вы можете, там будет только явно, если ползунок value, слайдер, имейте в виду вот этот слайдер, то здесь будет, там, order details у нас. NetSales amount. Если только копию делать, сделать детализированную меру, ее использовать, чтобы она там была не больше какого-то значения. Ну, то есть количество значений либо здесь указать. А нет, здесь фильтр не получится добавить. То есть либо вы фильтруете поле, и в нем будут только те значения, которые вам нужны, но тогда через параметр не передать, да? Ползунок не позволит. Ну, по аналогии в табло так можно было сделать, чтобы не смотреть на какие-то там мелкие значения, чтобы на выбросе не обращать внимание, по там ключевым числовым полям прошелся, там минимальные значения какие-то поставил себе, и смотришь уже вот на такой результат. Но обычно это есть в легенде. Если надо пошло, вон там, sales amount, и давайте посмотрим quarter id, update, там, и мы хотим, допустим, чтобы, допустим, на sales amount, фитер, фитер, легенда, куда-то здесь его положить. Надо в легенде, в легенде есть возможность, а он показывает, сейчас нет, там либо в color, вот так можно, вот так слайдер появляется в легенде, и вы можете им управлять. Ну, такую легенду уже к табличному не добавить? Нет, к табличке нет, если вы про табличку, я про визуализацию, то да. Нет, ну в табличке тоже тоже, я хочу… В табличке здесь такая же, только слайдер у вас на основании значений, и вы его вот так и управляете. А как этот фильтр будет работать, если мы начнем схлапывать строчки? Вот сейчас полностью раскрыто, да, если мы до product name, а он будет срабатывать, он будет как раз срабатывать по агрегации. Хорошо. А хотя нет, он будет работать построчно, он сначала отфильтрует, а потом агрегация будет. Да. А вы хотите именно, чтобы были суммы? Тогда нужно… Я хочу сделать некий там исследовательский бешборд, и чтобы пользователь мог гибко смотреть, и разные агрегации подставлять, и там гибко убирать там значения, когда строчки, где слишком мало значений. Тогда вам нужно использовать вот custom value, передавать в параметр, и там уже его анализировать, то есть считать. допустим, если за табличка… у нас ERDAM, то вот здесь уже считать, то есть сам агрегейт, агрегацию, да, посчитал, и ее уже сравнивать вот с вашим значением, больше ER… Потому что здесь дата… то есть вы тогда должны именно на уровне меры посчитать сумму и ее сравнить с custom значением. Но это будет не слайдер, а это будет именно custom value значение, введенное вручную. Но вам никто не мешает их сделать несколько, и назвать по-разному, и будет интервал. Меня слышно? Да, да. Смешно, спасибо. То есть вы можете просто здесь там другой параметр сделать, их будет два, но именно в один параметр поместить интервал не получится, это как бы будет два значения. Это, в принципе, грамотно. Я считаю, что это правильно сделано. И вам никто не мешает этот параметр еще как-то обработать, поделить, умножить и так далее. Здесь вы не ограничены. Но при этом вы можете отключить влияние на компонент в прямом смысле, а просто передать только в параметр, и уже в параметр использовать для калькуляции, и его же уже помещать в фильтр. В принципе, по-моему, аналогично и в табло работало. Так, я думала, что уже времени много, уже все разбежались. Да нет, пара человек еще есть. Ну все, считаешь? Да. Все разбежались, поэтому я думаю, на сегодня все. Всем спасибо. До четверга. А в четверг в 12. Да, отдельно пришлем письмо. Все, всем спасибо. Хорошего вечера. До свидания. До свидания. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры создавал DimaTorzok